Одну причину, почему нельзя? Я вам объяснил. Акции не сплошные. Акции чего? Я несу цветы просто. Не могу не высказать соболезнования в связи со смертью Алексея Навального и сказать, что я надеюсь, что это послужит наконец тому, что будут освобождены политические заключенные. А какая здесь связь? А путинское государство имеет... В Америке они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Акции Навальный был убит в вязнице. Равно за месяц до черговых фейковых выборов на Росії. И это было спрогнозовано. Останнім часом было все больше очевидно, что режим Путина достаточно сходить с глуздом. И никакой гальм у любителя листей Хмельницкого уже не лишается. И от глава Російської партії Яблука Рибаков спробовал висловить співчуття с приводу загибелі Навального у прямом эфире російського каналу НТВ. Но его просто сразу перебив ведущий Андрій Норкін. Вот тоже за политику. Каким-то образом, я не знаю, кто там, Путин договаривается, не знаю, Лавров звонит ночью в Таиланд и говорит, не давайте... Моргенштерну выступать. Моргенштерну выступить. Или звонят президенту Эмиратов, говорят, аннулируйте ему въезд. Так как Иван начался... Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос. Обычные русские теж спробовали выразить співчуття и пошли покладать квіти до памятника жертвам політичных репресій. Але силовики у цивільному не пускали. Вот, например, жителей в Казані до памятника, пояснюючи, що так звану акцію не погоджено. Одну причину, почему нельзя... Я вам объяснил, акция не согласована. Акция чего? Я несу цветы просто... Какая акция? 50% к мемориалу. Какая акция? В чем причина? Объясни себе хоть одно слово. Скажите мне сюда, что там лимон. Я не вижу никакой строительной бригады. Проходите отсюда. Сюда не подписать. Нет никакой акции. Я хочу положить цветы к мемориалу. Хочу Аня Политковской сделать. Настоящее не получится. Еще раз говорю. Не получится. А завтра можно будет? Или послезавтра? А почему не получится подойти? Я не знаю, что будет завтра. Там же... Ну, назовите, пожалуйста, график работы площадки, если вот после шести вечера она закрыта. Интересно, за скольки вечера она работает? Такое вот закрытое пространство, памятник в городе, построенное на наши налоги, скорее всего, скольер, памятник и все такое. А вам даже пройти к нему нельзя. Ну, зачем мне объяснить? Так я хочу, чтобы вы объяснили, что вам вообще ничего объяснять не должны. Я просто сказала, что нельзя пройти, а по какому основанию вы ничего не сказали? Вы хоть дайте мне какую-то причину для понимания. Вы гражданкам не даете пройти на свободную территорию? Это мы вам что-то объяснять должны? И вот у результате люди начали складывать цветы просто на снег. В Омску и Казани також оточили памятник жертвам политических репрессий. У Новосибирску полицейские тоже перекрыли доступ до мемориалу. А причина – дев'ята вечера. И нема чего шастати біля памятників. А в это время здесь не должно быть никого, понимаете? В это вечернее время уже… Я пока не получил достоверную информацию. Никакой письменной информации, за фоткать все. Приказы пока не будут. В 9 вечера, в пятницу сам это угулять спит. До 10 еще можно. Устное? Устное разъяснение. Нет никаких письменных. А где он? Вам кто-то командует, что ли? Вы, Дарья, нам устное разъяснение. Вам нельзя командовать. Или вы не даете вам устное разъяснение? Ваш сотрудник как-то ведет себя странно. Проедьте, пожалуйста, наркотическое обвинение. Его речь не связана. Я четко подозрение, что человек находится на наркотическом обвинении. Это вас проинформировано, что, если возможно, находите за голосом. Хорошо, мы находимся за отцеплением. Это понятно, что вы ради своей же безопасности выходите чуть дальше. Какого же вы его родили? И мы ради вашей же личной безопасности выходите чуть дальше. Ваша безопасность. У вас проявлено в охоте. У Москвы тоже, до речи, были черги, збажаючи вшанувати память Навального. Туда и стягнули силовиков, мабуть, зі всієї Москви. И пускали по одному. Ну а пресекретар бункерного Пісков назвал абсолютно агалтелеми и недопустимыми заяви західних політиків про то, что Кремль причетный до загибели Навального. Заявление о регенеральному западу в страну не было абсолютно абсолютно. По факту нету заявления о медик, информации о медик, нету информации о судном эксперту, нету информации о бенчаре, нету информации о СИН. И что-то пропагандисты плутаются в версиях. Кажут, что украинцы и россияне это абсолютно разные народы, совсем не похожи один на одного. Мягко кажучи, суперечить основные лініи партии. Путин у каждому другому интервью твердит, медий народ, а тут таки. Я понимаю людей, у кого родственники на Украине, кто приехал оттуда, для них это гражданская война. У меня нет ни родственников, ни капли украинской крови, но я очень хорошо знаю Украину. И поверьте мне, мы абсолютно разные народы. Если я среди всех славянских народов, отвечаю за свои слова, нет двух народов, с более сильно отличающимся психотипом, чем русские украинцы. Абсолютно мы с поляками по психотипу ближе, как два имперских народа, чем с украинцами, с типичными украинцами. Тож, якщо ви, вы знаете, что украинцы – это окремый, самостоятельный, абсолютно не похожий на русиян народ, то я кого вы лезете в Украину и намагаетесь вчити нас, украинцев, как нам жить и кого любить. О, тут еще и подъехали новие цели, так звано СВО, на першому російському каналі черговой украинский зрадник Александр Семченко, який працював, до речи, за Януковича, начальником податковой, розповів, чому Росія досі не змогла перемогти в Украину. Виявляється, Путін специально затягу війну, бо воює на користь усього світу, щоб звільнити простих німців та американців від ЛГБТ. Був у мене період, коли я 11 місяців прятався от цього режиму на території України, і мені було дуже обидно, почему так, к тому, тому що я, коли почав прятатися, 10 місів осталось до русських войск, я думав, ну, неделька мне осталась, просто неделька осталась. Я пытався себе объяснить, почему вот так затягивается эта война? Ведь у России на самом деле мощь такая, что, ну, хлопнули и муха, все, муха распластана по поводу. Я себе объясню следующим образом, что Украина, ну, ведь не враг, это даже говорит Путин, Украина не враг, идет война на Украине, но не против Украины, а против всего Запада. И вот этим военным путем в 22-м году Россия не могла победить ни Вашингтон, ни Лондон, ни Берлин, ни Париж и так далее. Но, затягив, и победив, допустим, на территории Украины, этот конфликт быстро бы закончился, турбулентность в тех обществах, она бы просто прекратилась, зашла на ноль, ничего бы больше не происходило. Затянув войну, Россия, по сути, вызвала внутренние брожения, внутренние протесты, внутренний, по сути, запустила механизм внутренних взрывов в западных обществах. И теперь союзниками России выступают в том числе и простые граждане той же Америки, той же Великобритании, Германии и так далее. Прекрасно, опять пронизорят весь с нами. Ну, и по сути, победа России, вот даже посмотрите на эту ЛГБТ-повестку, которую везде внедряют, а Россия против. И, соответственно, победа России, это в интересах простых американцев, простых англичан, простых немцев и так далее. Россия сейчас воюет, по сути, в интересах всего человечества. И вот это вот затягивание войны, оно пробуждает это все человечество встать на защиту самого себя. Виглядає це, это, конечно, уже отвертым знущением и судьбом над зет-патріотами. Втім, самі вони навряд чи помітять это. А от председатель Госдумы РФ Володин марить, что американцы хотели бы, чтобы Путин был их президентом. Той напередодні выборов закликав депутатов бути выше партійных интересов и думать о стране, голосуючи за диктатора. Мовляв, им так пощастило с Путином, что даже американцы хотели бы видеть его своим президентом. Будущее нашей страны только с Путином, президентом Путином. И посмотрите, какая идет критика, нападки со стороны наших недругов, врагов Вашингтона, Брюсселя на Путина. Как Вы думаете, почему? Они понимают, что Россия с Путиным будет развиваться. Они прекрасно понимают, что наша страна с ним будет сильной. И поэтому, невзирая на то, что партия выдвинула своих кандидатов, мы должны быть выше партийных интересов. Нам надо думать о стране. Он имеет опыт. Он показал за время нахождения в должности, что может решать самые тяжелые задачи. Нам надо ценить то, что Путин создал обстановку гласности, соревновательности, конкуренции. И это сильная сторона нашей политической системы. Но вместе с этим в нынешней ситуации нам надо всем объединиться вокруг Владимира Владимировича Путина. Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет. Он у нас. А у них Байден. Видите? Наказание им. И браво. Оце просто признание, не знаю, сторичья. Россия больше не имеет. А есть путинская государства. Гойда. Да, конечно, там много еще чего предстоит сделать, но тем не менее, крайне важно, что вот путинское государство имеет очень важные опоры, которые были выстроены за последние 24 года. Друзья, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите на следующий выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова